На шею поставили специальное клеймо, которое позволяло ему бесплатно получать алкоголь. Петр приходил в кабак, показывал на шею и пил. В зимнее время корабли, стоявшие на Неве, красили в белый цвет, а сверху на них рисовали черные полосы. С воздуха казалось, будто кораблей нет, а внизу только лед, пострескавшийся от бомбардировок. Справа по борту находится Нарышкин-Бастион. Во флажной башне поднят крепостной гюйс, который поднимается также на боевых кораблях 1-го и 2-го ранга. Всем привет! С вами снова видеоблог War Story. Сегодня у нас в гостях дочка моего очень близкого друга, штурмана подводной лодки, заслуженного и героического. А правильнее будет сказать, одна из многочисленных дочек. Веру я знаю с возраста, ну не знаю, вот с такого возраста. С тех пор прошло много времени, Вера стала профессиональным экскурсоводом, ведет экскурсии на русском и на английском языке. Я надеюсь, наше сегодняшнее путешествие будет полезным и интересным. Итак, вместе с Верой и Верой в интересную прогулку приглашаем вас на борт крейсера. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики канала War Story! Начинаем нашу прогулку! Мы начинаем нашу прогулку с истории Биржевого моста. Он находится прямо позади меня, очень надеюсь, что вам его хорошо видно. Этот мост называют братом Дворцового моста. Они очень похожи, они составляют симметричную композицию со стрелкой Васильевского острова. Черина обоих мостов составляет 27 метров, они оба являются пятипролетными. Биржевой мост был построен достаточно поздно, в 1894 году. Это связано с тем, что здесь, на территории Васильевского острова, находился морской порт. Мосты здесь не строили, чтобы они не препятствовали проходу морских судов. Биржевой мост был возведен после того, как порт был перенесен на Гутуевский остров. Изначально мост хотели назвать Петровским, но потом посчитали, что это слишком пышное название, и назвали его в честь биржи, которая находится неподалеку. Мост несколько раз менял свое название. После революции он стал мостом строителей, но впоследствии ему и вернули его историческое имя. Этот мост очень любим режиссерами. Если необходимо снять сцену на Дворцовом мосту, но перекрыть на Дворцовом мосту не получается, на помощь приходит его брат, биржевой мост, загруженность которого значительно ниже. Стрелка Васильевского острова является символом нашего города. Историческое название Стрелки – Хирвасаари, что в переводе с финского означает «Лосиный остров». В 1709 году это место было подарено Александру Менщикову, ближайшему сподвижнику Петра I. Его дворец – это первая постройка на острове. Почему остров назван Васильевским, никто точно не знает. Существует такое мнение, что это название он получил от имени Василия Селезня, новгородского посадника, который владел этими землями. Ансамбль Стрелки Васильевского острова – это заслуга архитектора Тамада Тамонна. В 1805-1810 годах было построено здание биржи. Оно использовалось для осуществления сделок с российскими и иностранными купцами. Также там проводились собрания купечества. В начале 20 века, когда в народе бурлили революционные настроения, ступени биржи использовались как своеобразные трибуны, с которых ораторы обращались к народу. Позже здесь был открыт Центральный военно-морской музей. В то же время на берегу были установлены растральные колонны. Что же это за слово такое «ростры»? В переводе с латинского это слово означает «нос корабля». Еще в Древнем Риме после морского боя на берегах устанавливали колонны, которые украшались отпиленными носами вражеских судов. Растральные колонны Санкт-Петербурга – это символ морской мощи России. Когда на Васильевском острове функционировал морской порт, колонны служили маяками. Впоследствии они перестали выполнять эту функцию, и сейчас они зажигаются только в них больших праздников. Внизу у подножия колонн расположились четыре фигуры. Принято считать, что они символизируют четыре великих реки России – Волгу, Дон, Днепр и Неву. Но на самом деле такая версия появилась совсем недавно, и документально она ничем не подтверждена. Можно сказать, что это одна из городских легенд. Скульптуры эти сделаны из известняка знаменитым каменотесом Самсоном Зухановым. Справа по борту мы видим гранитную набережную, которая украшена гранитными шарами. Они замечательны тем, что они были сделаны без использования измерительных инструментов. Просто на глаз. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу прогулку. Петропавловская крепость является местом рождения нашего города. Она была основана Петром I в 1703 году, во время Северной войны. В то время мы воевали со Швецией за господство на Балтике. Место для крепости выбрано не случайно. Остров находится в самой широкой части Невы, что удобно со стратегической точки зрения. Остров достаточно маленький. Это не позволило бы неприятелю укрепиться на нем в случае атаки. Если мы посмотрим на схему крепости, мы увидим, что она фактически повторяет очертания острова. Крепость состоит из шести бастионов, а также соединяющих их куртин. Бастионы строились под присмотром друзей Петра I, и каждый из них назван по фамилии того человека, который его строил. Трубецко, Изотов, Нарышкин, Головкин, Менщиков. Один бастион строился под надзором Петра I, поэтому он носит название Государев. Справа по борту находится Нарышкин бастион. На его флажной башне поднят крепостной гюйс, который поднимается также на боевых кораблях 1-го и 2-го ранга. Такие корабли считаются крепостями на воде. На Нарышкином бастионе находятся две гаубицы, из которых ровно в 12 часов дня производится полуденный холостой выстрел. История выстрела начинается в 18 веке. При Петре I такой выстрел давали трижды – в начале, в середине и в конце рабочего дня. Сегодня он осуществляется из гаубиц 1968-1978 годов выпуска калибром 122 мм. На территории крепости находится, пожалуй, самый знаменитый собор нашего города – собор Петра и Павла. Он был заложен в Доминико Трезине в 1712 году и освещен в 1733. Это первый собор в России, построенный по западным, а не по русским канонам. Собор является высотной доминантой нашего города. До недавнего времени это было самое высокое сооружение в Санкт-Петербурге. Его высота – 122,5 метра. Шпиль-колокольни венчает ангел, который является символом нашего города. Ангел регулярно страдал от сильных ветров и пожаров. С ним связана одна интересная история. Однажды, в середине XIX века, шпиль Петропавловской крепости был поврежден вексильными ветрами. Отошли несколько листов золота, а у ангела были повреждены крылья. Был объявлен конкурс на то, чтобы привести шпиль в порядок. Но все проекты по реставрации были достаточно дорогими, потому что необходимо было возвести строительные леса на огромную высоту. На помощь пришел простой крестьяна Петр Телушкин. Это был кровельных дел мастер, который занимался ремонтом крыш и куполов соборов. Он запросил для работы только длинную веревку. А когда его спросили, какое вознаграждение он хочет получить, он даже не смог ответить. Для того, чтобы быть допущенным к ремонту шпиля, Петру необходимо было оставить залог. Он был простой крестьянин, денег у него не было. Поэтому он оставил залог в свою жизнь. С помощью одной длинной веревки он справился со своей задачей. В течение шести недель он поднимался на шпиль крепости, поправил фигуру ангела, поправил оторванные листы золота. Когда он работал наверху, практически весь город сбегался смотреть на работу мастера. Его даже прозвали небесный кровельщик. Когда комиссия принимала работу, кто-то спросил, Петр, а как ты докажешь нам, что работа выполнена качественно? На что Петр ответил, если вы мне не верите, поднимитесь наверх и посмотрите своими глазами. Естественно, никто из комиссии подняться наверх не смог. Работу приняли, а Петра наградили орденом и большой суммой денег. Также поговаривают, что ему вручили грамоту, по которой он мог спокойно прийти в любой кабак и бесплатно получить выпивку. Народная молва идет дальше. Говорят, что грамоту Петр потерял, и поэтому ему на шее поставили специальное клеймо, которое позволяло ему бесплатно получать алкоголь. Петр приходил в кабак, показывал на шею и пил. После этого в народе появился своеобразный жест, который означает выпить. Конечно, это просто интересная городская легенда. Дальнейшая судьба Петра неизвестна. Говорят, через несколько лет, когда ангел был снова поврежден, его искали, но не нашли. Есть версия, что он спился. Но кто-то считает, что он женился и уехал к себе в деревню. Собор является местом захоронения российских императоров. В самом первом в соборе был похоронен Петр I. Практически вся династия Романовых покоится именно там. В Екатерининском пределе захоронены останки семьи Николая II. Как известно, семья Николая была расстреляна во время революции и впоследствии причислена к лику святых. Позже, рядом с Петропавловским собором, была построена Великокняжеская усыпальница на 60 мест. После революции усыпальница использовалась для различных целей. В том числе, там находился и книжный склад. Позади меня находится пристань, которая носит название Комендантская. Именно отсюда комендант крепости отплывал к Зимнему дворцу для того, чтобы открыть навигацию на Неве. Он набирал чашу Невской воды и вез ее на грибном катере к Зимнему дворцу. Там его встречал император, который выливал Невскую воду, наполнял чашу серебряными рублями. После этого комендант крепости подавал знак. С Петропавловской крепости звучал выстрел, и Нева наполнялась празднично украшенными судами. Навигация начиналась. Блокада Ленинграда является наиболее трагической страницей в истории нашего города. Когда началась война и город был окружен, военные выдвинули требования, чтобы все высотные доминанты и золотые купола были уничтожены, дабы немцы не могли использовать их как ориентиры. К счастью, этот план не был реализован. Было принято решение замаскировать высотные доминанты с помощью серой краски и ткани. Была собрана команда альпинистов, которым была поставлена задача замаскировать город в кратчайшие сроки. Шпиль Петропавловской крепости было решено покрасить серой масляной краской, а купол усыпальницы накрыть холщовым чехлом. Эта работа заняла достаточно много времени. Альпинисты работали с октября 1941 по февраль 1942 года. Работа велась в нечеловеческих условиях. Температура опускалась до минус 42 градусов по Цельсию. Альпинисты были истощены. В день они получали всего по 125 граммов хлеба. Михаил Бобров, который участвовал в покраске шпиля, рассказывает, что они страдали от голода и холода, им негде было согреться. Ночевали они в соборе на матрасах, найденных в разрушенных домах неподалеку. Однажды альпинисты спускались после работы вниз и встретили группу людей, которые стали расспрашивать, когда, наконец, будет окончена маскировка шпиля. Альпинисты отвечали, что они работают так быстро, как только могут. Их спросили, сколько граммов хлеба вы получаете за работу. И очень удивились, услышав, что это простой паек в 125 грамм. Как оказалось, люди эти имели отношение к командованию города. На следующий день альпинисты получили рабочие карточки, по которым стали получать 250 граммов хлеба. Эти пайки помогли многим из них выжить. Маскировка города была очень тяжелым и ответственным занятием. К ней были привлечены не только архитектора, но также работники театра. Те, кто знал толк в декорациях. Мало кто знает, что к маскировке города были привлечены более 300 человек. Для чего же это было нужно? Дело в том, что немецкие летчики имели карты с высотными доминантами, которые помогали им ориентироваться во время артобстрелов. Те, кто занимался маскировкой Ленинграда, создавали некий ложный город, который сбивал с толку врага и мешал ему ориентироваться. Можно только удивляться той изобретательности, с которой люди спасали город. В зимнее время корабли, стоявшие на Неве, красили в белый цвет, а сверху на них рисовали черные полосы. С воздуха казалось, будто кораблей нет, а внизу только лед, пострескавшийся от бомбардировок. Смольный собор также маскировался достаточно интересным способом. Его закрыли большой сетью, на которой были нашиты кусочки ткани зеленого, желтого, красного цветов. С высоты казалось, будто это зеленая зона, парк или сквер. Смольный же институт неподалеку замаскировали под собор, накрыв его тканью с рисунками, напоминающими стены собора. Таким образом институт принял весь огонь на себя. Собор же во время бомбардировок практически не пострадал. Интересная история связана с подводной лодкой, которую транспортировали из Ладожского озера в Неву. Лодку прицепили к поезду и раскрасили ее под железнодорожное полотно, нарисовав на ней рельсы и шпалы. Таким образом сверху она была не видна. Для маскировки требовалось большое количество краски различных оттенков, чтобы камуфляж выглядел максимально естественно. Как ни странно, самая большая проблема возникла с белой краской. Изначально декораторы применяли свинцовые белила, но, как оказалось, немцы использовали специальную оптику, которая меняла цвет белил на черный. Пришлось срочно придумывать новый состав белой краски, которая бы оставалась белой при использовании любой оптики. Когда война закончилась, в Ленинграде осталась Ольга Фирсова. Именно ей выпала честь освобождать от чехлов купола города. Впоследствии она вспоминала, что поднявшись на шпиль адмиралтейства, она расплакалась. На Дворцовой площади маршировали моряки. И было так хорошо, как будто войны не было вовсе. Ей подали знак, она разрезала веревки, которые крепили чехол. Чехол подхватил ветер и понес его над головами моряков. Она услышала гул голосов и увидела, что моряки, подняв головы, дружно кричат «Ура!». Ольга Фирсова вспоминала, что это был один из самых счастливых дней в ее жизни. На территории Петропавловской крепости находится множество музеев. Музей истории города, музей космонавтики, музей истории денег. Когда будете в Санкт-Петербурге, обязательно посетите крепость. И вы обязательно найдете что-то интересное для себя. Музей истории города, музей истории города. Музей истории города, музей истории города. Музей истории города, музей истории города. Продолжение следует...